В России есть три самых наглых вида государственного мошенничества – тарифы ЖКХ, пенсии и ОСАГО. Все три очень кормящие, потому ненаказуемые. Все три укладываются в официальную формулировку Уголовного кодекса, ст. 159 – мошенничество, хищение путем обмана или злоупотребление доверием. Поскольку все три вида хищения обеспечивают кормление не только отдельных лиц, допущенных к преступлению, но и целых отраслей экономики, все они нервируют состоянием постоянных реформ. Государству так нравится покорность населения, что оно все время что-то реформирует, ненасытно увеличивая натиск. ОСАГО мошенничеством задумывалось изначально. Как любая государственная коррупционная схема, ОСАГО получило непременное прикрытие в виде декларированной социальной справедливости, заранее заложенный процент прибыли и гарантированный невозвратный остаток, всегда остающийся на руках страховых компаний. И была разработана бессовестная терминология, чтобы население ничего не понимало. Термин «убыточность» на словах выглядит ущербом и обязан вызывать сострадание. Убыточность означает любую выплату в пользу клиента. Если страховая компания выплатила 1 рубль, значит убыточность составила 1 рубль. Закон ОСАГО определил убыточность в 77%. Это означает, что страховая компания всегда обязана отдавать клиентам не меньше 70% похищенных по полюсам страхования денег. Но ни разу. Ни один год страховые компании не возвращали эти деньги, оставляя их себе. Поскольку средняя убыточность ОСАГО каждый год колеблется в районе 60%, Во-первых, очень быстро стали возникать страховые компании только под один вид деятельности – под ОСАГО. Во-вторых, лишние деньги пришлось где-то прятать. Страховые компании не являются финансовыми организациями и не имеют права хранить деньги. Поэтому миллиарды, похищенные у населения, были направлены в строительный сектор и тут же перегрели рынок жилья. Вы ведь тоже удивлялись, когда в начале нулевых метр жилья внезапно подскочил в цене и начал выравниваться, становясь одинаково недоступным что в столице, что в провинции. Это произошло потому, что страховые компании, мошенническим путем получившие наши деньги, выгодно вложили их против нас, ограбив еще раз. Со 2 марта в России стали позволительны краткосрочные полисы ОСАГО – на один день и на три месяца. Когда старики еще садились за руль своих «Жигулей» и весной выезжали на дачу, а осенью возвращались, они вынужденно покупали страховку на весь год. Грабить стариков государство любит с хорошо взвешенным цинизмом. И все годы существования страхового оброка старики ждали, что их пощадят. Сейчас такие старики с «Жигулями» в стране закончились, чем обезопасили страховые компании. Поэтому появился краткосрочный полис. Но его задача не помогать людям, а обманывать. Поэтому, во-первых, тарифы по этим двум категориям полисов Центробанк не регулирует и позволяет каждой страховой компании кормиться с клиента по своему усмотрению. Прежде тарифы диктовались сверху и были у всех одинаковыми. Теперь их никто не контролирует. Во-вторых, определено, что чем короче договор, тем он убыточнее. Поэтому стоимость однодневного договора не может быть пропорционально дешевле годового. В-третьих, однодневный полис начинает работать только через три дня с момента заключения. То есть, когда вам становится понятно, что надо завтра перегнать машину на дачу, вечером отдать ее другу, когда надо срочно мчаться по внезапным делам, вам запрещено. Это ведь слишком удобно и логично, что полис необходим сейчас, а не через три дня. Поэтому удобного для жизни варианта не предусмотрено. Предусмотрен вариант, выгодный для страховой компании. Чтобы ограбленному населению заранее стало стыдно, профсоюз страховщиков РСА объясняет, что в стране все такие же, как они, мошенники. Других не водится. Поэтому однодневный полис мгновенного действия нужен для совершения преступлений, например, для подставных аварий, и ухода от ответственности, например, когда устроил аварию без страховки. Страховой полис день в день слишком хорош для людей. Нельзя такое допускать. Автоваз обратно в Советский Союз двигается быстрее, чем в среднем по больнице, и с опережением возрождает привычные правила игры, характерные для развитого социализма. Первый пункт возрожденного социализма – никогда неизвестно чего, где и сколько. Экономика безалаберность такая, что неизвестно, сколько запчастей на складе, куда ушли вагоны, какова себестоимость. Госплан Советского Союза в начале 70-х обсуждал тревожную проблему. Невозможно вычислить себестоимость киловатт-часа электроэнергии. Она везде разная и зависит от факторов, про которые тоже непонятно, включать их в расчет или нет. Если экономика не имеет отправной точки себестоимости ключевого киловатт-часа, то весь госплан не нужен, поскольку ничего полезного спланировать он больше не сможет. С черными дырами любого хранилища и подавно было трудно разобраться. Сельхозпродукция подлежала усушке и утруске. Нефтебаза отпускала бензин в килограммах, а продавали его в литрах. Стройматериал поступал на базу вагонами, а отпускался грузовиками. Завод «Москвич» во времена Светогоров, Иванов, Владимиров как-то раз провел инвентаризацию и обнаружил на складах несметные запчасти к старым моделям, забытые предками по сусекам, и начал собирать промышленные партии машин, канувших в лету, растворившихся в истории, давно снятых с производства. Ими даже пытались торговать, выпустив в продажу несколько только что собранных «Москвичей» 403-х. Второй пункт обязательного социализма – специальные товары особого качества. Тот же АЗЛК придумал версию «Москвич» 2140 «Люкс» с югославским салоном, другими задними фонарями, красивыми пластмассовыми бамперами. «Москвич» не уважали, но в таком человекообразном виде, даже несмотря на более высокую цену, он все же покупался, поскольку был гуманнее серийного. А еще все автозаводы СССР проводили специальную досборку на экспорт. Для машин, предназначенных иностранцам, и качество было выше, и материалы другие, а в особо щепетильных случаях под привередливого клиента закупали чужеродные запчасти и в ней конвейеры ставили полноценные тормоза, сцепления, амортизаторы. «АвтоВАЗ» взялся за оба пункта, нечаянно, в силу безалаберности. В какой-то момент один из рабочих забрел в дальний угол завода, где разумной жизни не было давно, и нашел несколько ящиков с импортом и дефицитом, что как раз характерно для Советского Союза, когда кто-то припрятал сокровище, потом его уволили, а нашли уже потомки. В тихом омуте «АвтоВАЗа» отыскалась огромная партия японских автоматических коробок передач «Джатко». В прошлой жизни их обыденно ставили на «Гранты». С такими гидромеханическими четырехступенчатыми автоматами JF414Е «Гранта» стоила 373 300 рублей. В пещере «Али-Бабы» отыскалось тысяча таких коробок, и возникла идея приспособить их к нынешним машинам. Тем более, что опыт, оснастка, оборудование пока есть. Поэтому достаточно отыскать инженеров и чертежи, вспомнить, как такая коробка стыковалась с двигателем, и выпустить ограниченную партию дефицита. Идея заиграла привлекательностью развитого социализма, и коллектив окунулся в социалистическое соревнование, передвиги получат красный вымпел, завода управления – возможность из-под полы поторговать давно забытыми машинами с настоящим японским автоматом. Ну а клиенты, конечно, получат эксклюзив и головную боль, ведь запчастей к этим коробкам не нашли, и починить «Гранту» с такой коробкой не сможет даже сам завод. И в этом третий важный пункт, сопровождавший жизнь при социализме. Все купленное работало до тех пор, пока не ломалось. Иномарки после этого колхозились. Журнал «За рулем» давал советы бывалых, как приспособить отечественные тормозные колодки на заграничные изделия, что подразумевало четвертый пункт выживания при развитом социализме – слесарный навык. Любой кандидат философских наук, пианист, чертежник, либо слесарил, либо ходил пешком. За возврат в наше всеобщее позавчера автоваз принялся всерьез. Жванецкий. О трудностях кино. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фраг народ носить разучился. Хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образование в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего. Как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может требовали, ругали, зарплаты лишали, по больничному не платили. Ну, чтобы сыграл он чувство этого достоинства. Видимо, хочет. И голову поднимает, и на цыпочки, и выпивает, чтобы укрепиться, но еще не знает как. С этой достоверностью постоянный просак у многих. Надо бы изобразить, но в результате Сибирь и никаких признаков Петербурга. Как-то раз китайский Чинган самастерил себе Rayton Plus. Это увесистый седан длиной 4,8 метра. Одно время имитировал флагмана гаммы. Как любой Чинган, модель проходная, получившаяся случайно, выросшая до больших размеров с детским мотором в полтора литра, турбиной и любой мощностью, требуемой пресс-релизу. Смастерив себе этого Rayton, фирма продолжила играть по незнакомым и не до конца понятным для себя европейским правилам. И начала сопровождение моделей. Печать буклетов, придумывание целевой аудитории, позиционирование на рынке. Задача красивыми картинками объясниться с возможными клиентами и дать понять, что такое Rayton Plus, кому он нужен. У Жванецкого. Граф английский тоже неловко боком все боится войти к себе в замок. Ну, если пиджак от шеи на четверть отстает и шейка, как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать. Либо руку королеве целовать, либо панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она тоже пожать норовит. В рекламном буклете Rayton есть картинка, которую служба безопасности фирмы упустила из виду и дизайнера в концлагерь Синьзяна не отправила. Машина в лучах предзакатного солнца. На сочном газоне резвятся дети. Посыл. Машина для семьянина. В его седан влазит трое детей, жена где-то отдельно. Вокруг урбанизм соответствующего уровня. И тут у графа падают панталоны. На заднем плане здание то ли с выбитыми стеклами, то ли в Китае так принято. Рванина, вышибленные кирпичные стены, какие-то тряпки, мусор. Поцеловать ручку королеве не получилось. Картинка объясняет, что Чинган Rayton для нищих заводских окраин, людей, живущих в палатке рядом с обанкротившимся предприятием. Учитывая, что бомжи не покупают новые флагманские модели, Чинган Rayton оказывается в этом пейзаже потому, что его угнали и держат в неприглядном углу завода отстояться, пока не угомонится полиция. Или так и задумано. Наконец-то созданы машины для нищих? Для людей без дома, но с автомобилем? Для тех, кому нечего есть, но важен пафос? А ведь есть такие люди, целая страна, где летом Porsche Cayenne цокает шипованной резиной, где Mercedes AMG живет во дворе пятиэтажки, где из багажника Jaguar продают картошку. И пусть граф на три размера меньше фрака, зато у него новая иномарка. В таком случае Чинган знает свою целевую аудиторию, прекрасно оценивает менталитет потребителя и очень четко представляет ценности клиента. Чинган Rayton Plus – это наша будущая «Волга». Ее видели на Горьковском автомобильном заводе, без логотипов, шильдиков, без подсказок. Рабочие осваивают на этой модели технологические процессы – учатся варить, красить, привинчивать, забивать кувалдой. К тому же это единственная модель Чингана, отсутствующая в шоурумах дилеров. Остальная гамма в России уже есть, Rayton'а нет. Вице-премьер и по совместительству министр Денис Мантуров обещал стране новую «Волгу» в нынешнем году. Во дворах пятиэтажек можно начинать споры о комплектациях. Какую «Волгу» брать? Цвет? Кожа? Люк? И сколько картошки поместится в багажнике? Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет, и даже у лошадей наши морды – Шванецкий. Соответствующая страна вот-вот получит соответствующего флагмана. Выгодный бизнес с русскими. Даешь им деньги – они за тебя работают. Плохо, что русские начинают очень быстро мухлевать. Во-первых, потому что они уже давно передумали. Во-вторых, вляпались. В-третьих, им надо совсем другое. Правительственный фонд обороны и безопасности «Тавазун» из Эмиратов дал около 110 миллионов евро на Ми и получил 36% Ауруса. И еще купил себе долю русских вертолетов, став совладельцем 50% КБ вертолета России. И замышляет совместное предприятие с КАМАЗом. Из чего следует, что интерес «Тавазуна» не в деньгах. Он готов их потерять в любых количествах. Ему важнее что-то другое. Но ведь не вертолеты же. Которые не требуется изобретать и можно купить без хлопот прямо сейчас. И грузовики ему не нужны. Без КАМАЗа заведомо спокойнее. А дорогая дворняга Аурус, гордость русского министра Мантурова, может быть, она нужна восточным миллиардерам? Вряд ли. Роллс-Ройс все равно лучше. Единожды вляпавшись в Россию, «Тавазун» маневрировать не спешит. И не бежать, не вкладываться, публично не обещает. Тогда зачем ему русский бизнес? Тем более, что русские начали использовать арабов на побегушках, и «Тавазун» с конца прошлого года выполняет особые поручения. Когда иссякли запчасти на Аурус, и его стало нечего делать, «Тавазун» отгородил у себя в офисе стол и подтвердил, что Атыни – это местный эмиратский лимузиностроительный завод «Аурус». В верхнем ящике стала конвейер, в нижнем – сборка двигателей, справа под столом – коробка передач, в двух ящиках слева – сварка и окраска. Письменный стол существует на самом деле. Завод – нет. За столом сидит полковник, и от имени фонда «Тавазун» покупают, померу, недостающие комплектующие, которые России никто не продаст из-за санкций. И вот Министерство финансов Америки. Последним из российских автопроизводителей внесло «Аурус» в расширенный перечень подпадающих под санкции русских компаний, масштабно накрыв всю позолоту, которую только удалось найти. Сам «Аурус», подельник «Анами» и обе экономические «Алабуги» в зону ППТ «Алабуга» и зону «Алабуга Девелопмент». Кстати, этот свежий список Минфина США еще разок прошелся по «Автовазу», выдав черную метку «Дочки» – «Лада Автохолдинг». Включение «Аурусу» в санкционный список Америки – ответ на письменный стол в Эмиратах, якобы выпускающий автомобили. То есть это в первую очередь выпад не против русских, а против арабов. Из чего вновь возникает вопрос – в чем интерес «Тавазуна»? Вопреки ожидаемой восточной метееватости, «Тавазун» про себя указывает в документах. Фонд работает на Министерство обороны, полицию Абу-Даби и Агентство безопасности Эмиратов. Его задача – выявлять и разрабатывать технологии, соответствующие потребностям обороны и безопасности. Но у «КамАЗа», вертолетного КБ и тем более «Ауруса» таких технологий нет. Есть только санкции. И заработать на русских не получится. И Америка может осложнить жизнь фонда «Тавазун» в обмен на что? На какие выгоды? Эмираты – богатая страна, стремящаяся из нефтяной бочки дорасти до влиятельного государства, неловкими болезнями роста. Даже свою разведку она предъявляет в открытую, написав на дверях «Тавазун», «Шпионим», «Вынюхиваем», «Выведываем» на заказ, «Разведданные под ключ», «Дружественным разведкам скидка». Но ведь России такая очевидность во вред. Ведь ясно же, что с этими респектабельными недотепами лучше дела не иметь. Так ведь и у самих те же проблемы. Вместо специалистов – дилетанты. Не отравить, не застрелить толком не могут. А регион – перспективный. Чужими руками тут много чего увлекательного можно натворить. И, заметая следы, непременно скрыться с места на неброском аурусе местной сборки. На слух. Какая огромная разница между сторожем и секьюрити. Хотя это одно и то же. Между офисом и конторой. Между солдатским козлом и армейским джипом. Англицизм ласкает слух. Давняя советская забава – украшать жизнь иллюзиями красивой заграницы, описывая деревенскую избу словом «коттедж», одноцилиндрового ковровца словом «байк», штаны фабрики «Верея» словом «джинсы». В этой двойственности жили десятилетиями, иногда всю жизнь целиком. Временами удавалось всем этим напугать за границу. Любимец советских женщин Ив Монтан приехал в СССР. Программа пребывания подразумевала посещение святых мест, и его привезли на ВДНХ. КГБ упустило актера, и он уклонился от маршрута, зайдя в павильон легкой промышленности СССР, где в те дни проходила выставка советского трикотажа, женского белья. Показывать такое иностранцам нельзя. Ив Монтан оцепенел от увиденного. Он был в таком ужасе, что специально пошел по советским магазинам, купил эти изделия и увез их во Францию. На словах ему бы никто не поверил. Рассказ о самом важном из увиденного в той поездке требовал вещественных доказательств. Выставка советских трусов и лифчиков во Франции вызвала шок и международный скандал. Советский Союз не терпел своего отражения в зеркале. Впредь в СССР очень внимательно относились к возможным утечкам и сопровождали иностранцев более сурово. А свои товары за границу старались выпускать только специального производства в сопровождении надежных работников КГБ и самых достойных членов КПСС. Но встреча советского продукта с заграничной действительностью все равно оказывалась не в пользу нервной системы и требовала оправданий, доработок и операций прикрытия. Когда Википедия дает цифры экспортных достижений советского автопрома, она не акцентирует внимание на том, что ни одна советская машина никогда не отправлялась на экспорт напрямую с конвейера. Только после специального цеха, где на автомобиль ставили другие комплектующие, шили другие салоны, проводили досборку. Когда автоэкспорту удавалось заключить с иностранцами крупный контракт, импортные запчасти закупали, но не привозили в СССР, поскольку доверить их в руки советских рабочих было опасно. Воровали. Поэтому их в основном доставляли напрямую к заграничному дилеру, и он своими силами доделывал русский автомобиль по месту финальной продажи. Ну, как и рассказывал я пять минут тому назад на примере завода «Москвич». Наши машины за границей воспринимались как чудо и как демонстрации преимущества советского строя. Нам самим не верилось, что иностранец в здравом уме имея безграничное предложение мировой автомобильной промышленности покупал «Наши». Зато любой УАЗ, пересекая демаркационную линию между социализмом и здравым смыслом, немедленно из солдатского козла превращался в армейский джип. Процесс обратного превращения тыквы в карету. На днях в Мексике началась рекламная кампания штата Баха-Калифорния. Мало кто знает, что официальное название страны – Соединенные Штаты Мексики. Четыре минуты невероятных красот, максимально привлекательных для туристов. Роскошное лето, изумрудный океан, песчаные барханы, зеленые леса, фантастические горы и много безоблачного неба. И даже вкрапления аутентичной архитектуры. Четыре минуты качественной съемки, побуждающей немедленно уволиться, продать все лишнее, собрать вещи и навсегда уехать в Мексиканскую Калифорнию, где будет достаточно такой природы, чтобы обрести счастье. И единственная машина в кадре – наш старый солдатский козел – УАЗ Хантер. Он облагорожен дилером, замаскирован под настоящий автомобиль и возит счастье и серф. Откуда козел в Калифорнии? С 2018 года Ульяновский автомобильный завод потихоньку торгует машинами в Мексике. Местный дилер попытался уговорить мексиканцев на весь модельный ряд и привез на амалогацию все УАЗы. Кстати, из имен ему понравился только Хантер, остальных он планировал переименовать. Патриот должен был превратиться в УАЗ Патрол, а Буханка – в УАЗ Бухара. Но в игольное Ушко пролез лишь православный козел, и поэтому рисковый дилер из города Монтерей торгует только одной машиной. К штату Нижняя Калифорния он отношений не имеет, значит, мексиканцы выбрали автомобиль для рекламы потому, что это не солдатский козел, а настоящий американский джип. И вновь не верится, что иностранец в здравом уме, имея безграничное предложение, купил наше и украсил им рекламу. Но сделал это красиво. Роторный двигатель Ванкеля человечеству понравился. Он такой же мощный, но меньше. Под капотом остается много места. Если поставить в багажник или спрятать под сиденьями, свободной становится вся машина. Японцы так поступили в 90-м году с Тойотой Превией, когда, как ни ищи, а мотор в ней не найдешь. Но Превия была большая, космическая, и мотор у нее был обычный. То есть не Ванкель, а Отто. Его поставили посреди машины, под углом в 75 градусов. И чтобы поменять свечи, приходилось снимать правое переднее сиденье. Но если без подсказок, то где в этой машине прячется 2,4 литра, непонятно. С Ванкелем проще. Его куда ни поставь, всегда к месту и при случае не видно. Но взялись за Ванкеля не очень дружно. Он все-таки слишком неординарный, и его даже объяснить не очень получается, поскольку всякий разговор спотыкается об эпитрохоиду. Сделать из теоретически интересной конструкции серийную отважилась немецкая НСУ. Она взяла патент Феликса Ванкеля 1929 года, а затем и самого живого Ванкеля и в 1960-м показала готовый прототип на базе НСУ «Принц». После чего фирма приняла решение выпускать автомобили с роторно-поршневыми моторами серийно и приспособила под затею модель НСУ «Спайдер». Соблюдая максимальную осторожность и понимая, насколько всякая революционная конструкция непременно сырая, в роторных автомобилях было сделано только 2375 штук. Но перспективы такого мотора обнадеживали, и отвага толкнула НСУ с нуля построить специальный роторный автомобиль, сделав его максимально революционным. В 1967 году мир был поражен уникальным НСУ РО-80. Машина удостоилась всех наград, какие только бывают. Она получила титул «Car of the Year» и разорила фирму. На память о РО-80 у человечества навсегда остались два крайних полюса роторно-поршневого Ванкеля – блистательная малообъемность и невероятная ломучесть. При объеме в 995 кубиков РО-80 развивал мощность 113 лошадиных сил. Но капиталить двигатель приходилось каждые 50 тысяч километров, а первые проблемы возникали при пробеге в 24 тысячи километров. Зато патенты Ванкеля отлично продавались по всему миру. В 1967 году на роторно-поршневой двигатель решилась «Мазда», со временем став главным специалистом по этим моторам на земле. В 1969, предварительно купив патент, за упражнение с ним взялся «Мерседес», но дальше отличного концепта C111 идти не решился. В 1973 году к теме подступился Волжский автозавод и вполне преуспел, потихонечку производя роторный двигатель малыми партиями и устанавливая под капот «Жигулей» специального назначения. В СССР самое лучшее сначала шло в КГБ, затем всем остальным. Поскольку изобрести такой мотор «ВАЗ» был не в силах, в Тольятти воспользовались услугами ГДР, купившей патент Ванкеля. Общеизвестен удачливый изобретатель Рудольф Дизель. У него был не очень совершенный двигатель, но блистательный бизнес, сделавший инженера очень состоятельным человеком за счет масштабной продажи патента всему миру. Феликс Ванкель был таким же успешным, при том, что его биография темнее и командование региональным Гитлер-Югендом долго вызывало вопросы. Но как бизнесмен, Феликс Ванкель Рудольфа Дизеля превзошел. Он также продавал патент на свой мотор по всему миру, а потом несколько раз удачно продавал собственный инжиниринговый центр, всякий раз оставаясь миллионером. Из игры все выходили постепенно. ВАЗ продержался довольно долго, до 2001 года. Мазда дольше всех, до 2012. Мазда к этому мотору подошла с наибольшим вдохновением и полагала, что необычная машина с необычным мотором должна необычно выглядеть, и создавала одну роторную машину красивее другой. Всякое поколение спортивных купе Мазда получалось восхитительным. Трудно понять, за что их больше любили – за красоту или за мотор. Но двигатель на каждом витке эволюции разочаровывал все сильнее. Ни ресурса от него не удалось добиться, ни экологичности. И в итоге прикончили его зеленые, предписавшие всему прогрессивному человечеству стерильный выхлоп. И Мазда сдалась. Но, как оказалось, ненадолго. И вот уже потихонечку возникли новости о роторном кроссовере MX-30. Но с ним затея не прозвучала. Слишком унылая машина, затмившая собственным унынием перспективную идею. Вот насколько важна обертка, а не только конфета. Зато новость про спортивную Мазда и Коник СП удалась. Машину показали на токийском автосалоне, и выяснилось, что, во-первых, она и вправду роторная, а, во-вторых, гибридная. Наконец-то Мазда поняла, как правильно использовать главное достоинство мотора – компактность. И как победить главный недостаток – низкий ресурс. Для этого двигатель не будет иметь механической связи с колесами, став генератором. А генератору не требуются обороты в широком диапазоне полка крутящего момента. Ему достаточно зависнуть на одной ноте и давать ток в недоразвитые районы. О том, что дело не ограничилось только выставкой, стало понятно на днях, когда генеральный директор Мазды Кацухиро Моро сформировал специальную группу инженеров, поставив единственную задачу – роторно-поршневому двигателю Ванкеля быть. Общественности он сообщил, «Мы преодолеем трудности эпохи углеродно-нейтральных технологий». Но послевкусие от проявленной догадливости и упорства Мазды – с кислинкой. Прежде водитель управлял тягой очень интересного мотора за рулем очень интересного автомобиля. А теперь у него будет электромобиль с мемориальной табличкой в память о Ванкеле. Во Франции научились есть красиво, начав с объедков и мусора, плюс невелого сыра, улиток, лягушек. В нормальной жизни тянуть такое в рот не приходит в голову, но когда Женимаш посижу, тогда и лягушка – деликатес. Единственным по-настоящему съедобным в жизни француза веками оставался хлеб. И те, кто успел побывать во Франции, помнят, какие невероятные у французов булочные, какие хлебные прилавки и как хочется зайти и попросить политическое убежище. Французы ценят круассан, но в особом почете у них багет. Это утренний ритуал – спуститься в лавку, купить свежий багет и дома, ломая руками прочную корку, макать в кофе, шелестя номером Фигаро. Для маркетологов серьезное испытание – вывод новой модели на рынок. Это настолько ответственно, что обычно создается специальный цвет. Автомобиль, как ребенка на выпускном в детском саду, которого одевают в новый костюмчик, белую рубашку и бабочку в Микки Маусах, готовит к встрече с публикой, заново создавая краску, цвет, оттенок, сочетание, триаду, понтона. Некоторые цвета вывода получаются одноразовыми и в дальнейшем не применяются. Другие наоборот. Становятся модными и в них красят машину весь период производства. Например, у Volkswagen Golf первого поколения на старте оказался очень удачный салатовый металлик, оставшийся с машиной до ухода на пенсию. А вот Citroёn C3 получил цвет вывода голубой. Покрасовался на премьерных показах и больше на людях в нем не появлялся. Помимо цвета, ради премьеры снимают материалы сопровождения. Иногда тратятся на очень дорогие фильмы, иногда лишь на фотосъемку, как это мастерски сделал Чинган. В презентации BMW i7 в мае прошлого года фирма сняла короткометражный боевик с Пом Клементьев и Умой Турман. Кинематографом баварцы увлеклись с 2001 года, когда для пятерки BMW E39 сняли первый боевик с Клайвом Оуэном, затем не смогли остановиться и превратили проект в сериал, сняв 10 фильмов и получив Каннских львов. Непременно разрабатывается линейка аксессуаров. Их дарят гостям в день премьеры, а потом долго соблазняют посетителей в шоуруме дилера, предлагая потратиться по мелочи, постепенно привыкая к ценнику и логотипу. Электрическое Renault 5 получилось без вдохновения. Пока на нее примеряли выпускные платьица, концепт-кара, подчеркнутого сходства с оригинальной машиной 72-го года было больше, но в серию машину выпустили скромнее, прилежнее, универсальнее, как и в большинстве случаев пытаясь угодить сразу всем. Цвет вывода придумали на отмашь. Желтый, максимальной интенсивности, отличный цвет даже для неудачной машины. Не очень надеясь на ассоциативную догадливость публике, на машине в разных местах написали цифру 5, что не добавило сходства с первородным Renault 5. Зато с аксессуарами сверкнули на всю Францию. Так блистательно преподнести автомобиль не получалось ни у кого. Дизайнеры, предложившие главный элемент дополнительного оборудования, достойны персонального места в зале славы автомобильного дизайна. Электромобиль Renault 5 вышел в свет со специальной плетеной корзинкой под багет. В салоне на пассажирской половине к центральному тоннелю крепится съемный и очень красивый аксессуар, предназначенный для самого французского национального символа багета. Такого в автомобильном мире еще не было. Обычно все ограничиваются часами, зонтиками, ручками, кепками, где каждый предмет лишь носитель логотипа и редко шедевр. Здесь без логотипа. Здесь шикарна сама идея и эстетика ее исполнения. Тонко, изящно, остроумно и незабываемо. Когда электрическое Renault 5, получившееся обыкновенным проходным изделием, закончен конвейерный путь и уйдет на покой, вспоминать ее будут только из-за национального французского батона хлеба и всякий раз, затрагивая в разговоре, не вспомнят номер модели, но вспомнят, что это была Renault с багетом. 8 марта. Международный женский день мужского лицемерия. Что мешает любить, ухаживать, хорошо относиться каждый день? 8 марта. День неискренних улыбок, одноразовой заботы, индульгенции цветами. Если 8 марта с гостями, то стол накрывает женщина, в честь которой. О том, что женщина тоже человек, стараются не помнить не только сразу после праздника имени Клары Цеткин и Розы Люксембург, но и в профессиональной среде. Хотя феминистки сумели легализовать русскую пословицу «я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик» и даже сделали привычными в женских руках лопату, шпалу, отбойный молоток. Но многие профессии все еще не подпускают женщин и удивляют редкими исключениями. Одна из самых закрытых по гендерному признаку специальностей – автомобильный дизайнер. Девочек на кафедре любого художественного института всегда изобилие. Они прилежно получают пятерки, рисуют красивый диплом и куда-то теряются после стажировки. В итоге в профессии автомобильного дизайнера женские имена можно пересчитать по пальцам. Делаем раз. Джоан Кремер. Она просто любила рисовать. Автомобили она любила на общих основаниях с Америкой и готовилась к карьере художника, потихоньку поднимаясь от одной ступени любопытства к другой. Получив по окончании Клиблинского института искусств степень бакалавра, она неожиданно удостоилась в 1966 году приглашения от General Motors. Это было настолько неординарно, что Джоан согласилась и стала визитной карточкой гендерного равноправия General Motors, оказавшись первой женщиной-дизайнером в отделе внешнего стиля корпорации. Будучи модницей с отменным вкусом, а на самом деле красавицей, вызывающей зависть и массовое преклонение с букетами, Джоан рисовала машины под себя. За рулем какой модели кодиллака она смотрелась бы наилучшим образом? Руководство разгадало подход и одобрило, поддержав идею, сформулированную главным конкурентом – Генри Фордом. Автомобиль надо делать так, чтобы самому хотелось его купить. Прежде технологический центр стиля General Motors рисовал автомобили для всей Америки, а теперь Джоан начала рисовать автомобили для блондинок, в первую очередь имея в виду себя, после чего пошла на расхват. Интригами на самом верху ее уговорили нарисовать для себя еще и Бюик. Затем ее выторговал Олдсмобил, полагавший, что нарисованный для Джоан Кремер автомобиль понравится и остальной Америке. Удивительно, что красивая художница Джоан Кремер автомобили по-прежнему любила на общих основаниях. И через три с половиной года оглушительного успеха ушла из General Motors. В ноги ей бросился весь совет директоров, но Джоан лишь повыше подняла головку с модной прической и основала дизайн-студию имени себя, занявшись созданием красоты в максимально широком спектре, исключив из работы автомобили. Делаем два. У Эмилин Кинг на старте было два серьезных препятствия. Она женщина, и она афроамериканка. В первом классе учитель сказал ей, девочки не умеют рисовать автомобиль и займись чем-нибудь более полезным, стань медсестрой. Но принять решение о будущей профессии дизайнера Эмилин успела еще до школы, поэтому никакие учителя не сумели испортить ее мечту. Отец Эмилин работал на Форде макетчиком. Он делал из глины макеты будущих автомобилей в натуральную величину. И как только Эмилин научилась ходить, уместно молчать и незаметно пользоваться памперсом, стал брать ее на работу. Ребенок был восхищен этим миром. Девочка влюбилась в автомобили, концепты, удивительную работу по созданию красоты. А папа познакомил ее с коллегами, и она не только начала задавать вопросы, но и запоминать ответы. Эмилин закончила все возможные университеты, школы и колледжи, и в 1983 году пришла работать на Форд. Зажимали ее неприкрыто. Ей мстили за расу, пол, талант. Она не сдавалась. Ее первая работа – интерьер «Мустанга» 1994 года. «Мустанги» она любила больше всего. Лет с девяти, когда папа отвел ее на автошоу с участием первого классического «Мустанга» 1968 года. Затем Эмилин выбила себе право работать над «Тандобедом» 1989, «Форд Проб» 1990. Помощь пришла внезапно. В 1994 году газета «Чикаго Трибьюн» опубликовала большую статью, уделив внимание первой в истории компании «Форд» чернокожей женщине-дизайнеру. Эмилин перестали не любить и даже отправили на работу, позволенную не всем. Ее командировали в Европу создавать красоту в филиалах в Италии, Германии, Англии. А в 25 годах работы в компании «Форд» Эмилин Кинг написала книгу, сформулировав девиз «Если это сделала я, то сможешь и ты». Делаем три. Самая мужская работа из возможных ЗИЛ. Руки в масле, спина в мыле, мы работаем на ЗИЛе. Дизайн, закрытый мужской клуб. Здесь военные тайны, грузовики народного хозяйства, советская армия, высший свет, ЦК КПСС, КГБ. Женщинам тут не место ни в каком виде. Но с конца 50-х на ЗИЛе дизайнером работала Татьяна Киселева. В журнале «Декоративное искусство СССР» за июль 1958 года писали, что на совещании художников, конструкторов и научных работников автопрома Татьяна Киселева сетовала на отсутствие лаборатории и опытных руководителей, которые направили бы дизайнеров. Что не помешало ей решительно встать у руля и сформировать группу потрясающих профессионалов. Великий Эрик Сабо, Дмитрий Кононыкин, Виктор Исааков. В биографии советского дизайнера редко бывает больше одной модели. Небыстрый процесс, избыток начальников, годы согласований. В итоге одна модель, пара дверных ручек, колесный колпак. Так, Татьяна Киселева – автор всего, что в ее годы делал ЗИЛ. Сейчас вы видите оригинал. Это авторский рисунок Татьяны Киселевой. Так она начинала создавать ЗИЛ-130. Но финальный облик – это в большей степени Эрик Сабо. Зато ЗИЛ-131 – это Татьяна Киселева. Большой, армейский, но и всегда было очевидно, что он красивый. Именно Татьяна Киселева придумала автобусу ЗИЛ-118 имя «Юность», да и сам автобус. Он и вправду получился нехарактерным для советской власти. На конвейер не пошел, остался мелкосерийным. Но партия и правительство его ценили, в том числе потому, что автомобиль получился большим, американским, удобным, красивым, с полагающимся по статусу В-8 и недоступным для простых людей. А еще Таня работала над грузовиком бескапотной компоновки. Он со временем прошел путь от ЗИЛ-169А до ЗИЛ-170. Между ними разница не в одну цифру. Вам 169-й не напоминает «Колхиду»? Она ведь тоже создана на ЗИЛе для кутаистского автомобильного завода. А экспериментальный ЗИЛ-170 – это будущий КАМАЗ. Машину испытали и отдали в производство новому заводу в набережных Челнах. Но самая вдохновляющая работа Татьяны – легковые ЗИЛы. Правительственные автомобили – закрытая чопорная тема. Создавать машины для членов полюбюро полагается в строгом костюме и с мрачным лицом. Татьяна рисовала их лихо, с улыбкой, в нехарактерных цветах. На эскизах они крайне редко соответствуют высокому званию советского партработника. И в рисунках Тани нет предстоящего партийного обслуживания. Машины, вписанные в житейские интерьеры повседневной ситуации нормальных людей, для которых они никогда не предназначались. А за рулем в основном бедны девушки. А вот документ, который, как и предыдущие авторские эскизы, вы вряд ли видели. Патент, он же свидетельство номер 1160 на промышленный образец ЗИЛ-114. В документе указано «Автор промышленного образца» Татьяна Павловна Киселева. Почему у всех троих получилось стать заметными фигурами в мужском деле? Потому что, несмотря на все трудности, в жизни каждой из них нашлись те, кто хорошо относился к ним не только 8 марта. Тачка обожания до умопомрачения – это личная фишка Сергея. Что в России, что не в России, люди в большинстве одинаково индифферентны к авто. И состояние кошелька тут ни при чем. Тачка в России, как загородный дом, шуба – вещь статусная. А статус – особая РФ-ная скрепа. Ку и малиновые штаны. Там, где я живу, народ сильно увлекается великами, иной раз дороже тачки, образованием, стилем жизни, волну поймать, путешествовать. А тачка – обуза. Тачка обожания – вполне себе симптоматичная черта. Валерий Каллиганов. Да у нас все заводится хорошо. Но долго. ДК-ДК. Какое ж это позорище – делать вид, надувать величие. А по факту, драная фуфайка в солидоле надета на страну, которая пытается завести механизмы разработки 50-летней давности. А эти ржут, распиливая бюджеты на межгалактические миссии. РФ терпильная. Езжай дальше. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин